здравствуйте друзья мы идем на open house мы в сыне вы или света что ты говоришь я говоришь вот это столбик где написано open это вот временное то что ставят велосипед агенты солидная времянка да там типа с фонарями на крыше на столбах фонарики да да прикольно да ну пойдем посмотрим симпатичный дом стоит он насколько я помню миллион 800 с гаком сейчас мы посмотрим с какими каком тут ведь обычно здесь флайеры лежат но вот здесь нет флайеры разобрали что ли чего серьезный серьезный да он с фонариками ну почти дома смотрел зашим и фонарики фонарики так флайер значит мы видим у нас 4 бедрума 3 басрума эти 1660 скверофутов 808 соток вот и просят они за него миллион восемьсот шестьдесят восемь вот мы зашли в дверь тут вот такой бортик ну пусть будет бортик значит комнатка тут красиво они как интересно они покрасили серой краской вот эти кирпичи красные не трогая людям их и к плиточкой к этому какой-нибудь мраморные там гранитные выкладывают вот они как вот так обошлись с этим хозяйством так тут у нас милая комната вот тут они даже да значит такую паркетную такую доску положили свет как-то относится в паркетной доске на полу так это они пристроили явно так называемый sunroom это когда отопления нет вот у меня такое ощущение что это было навесом ну да конечно это очень принято в местном строительстве вот такой навесик и тут люди могли поставить пару столиков стульков стульчиков и так далее цвет правда навес был ты знаешь что я тебе скажу что этот дом очень нам напоминает вот наш дом лусалтус до перестройки да и у нас тоже был навес и вот это было именно то место где мы сидели все время но мы его не мы его не не закупорили вот это дом очень похож на тот где мы жили первый наш дом который вот у нас был в калифорнии недалеко отсюда в городе лос-алтус очень похож но у нас там землицы конечно побольше было а вот этот бассейн такой формы интересной да прям почти как рояль друзья ну я аутерирую конечно вот смотрите как раз залез для детишек хорошо и болт их туда если кто плавать умеет да если кто плавать не умеет конечно это ни к чему ни к чему такое мило здесь вообще тут на самом деле недалеко хайвей но может быть так метров 200 поэтому я думал что может быть слышно будет но нет то что вы слышите это булькает вот этот вот насос который гоняет воду в бассейне вот это хозяйство ведь как тут с этими вентилями это целое хозяйство а то еще знаете на крыше положат такие трубы резиновые тоненькие да и вода через них идет соответственно солнышко но все это прогревает воду 10 она теплее вот у нас такая была система градусов на 4 на 5 цельсия была вода в бассейне теплее но просто гонять надо все это по крыше вверх туда ну что провода ну пусть люди видят как здесь живут вот с этими проводами а я до внимания обратил здесь обычное дело ну да да мы привыкли да что это свет если ты уйдешь что тебя не будет слышно нет ну-ка естественно вот же она идет на стол все возвращаемся в дом так что у нас тут так вот у нас туалет небольшой тут здесь это старый вот видно по нему что с ним абсолютно ничего не делали все такое очень старое так до шкаф такой очень что-то пристроена с этим заходом вниз bedroom ну да то время когда такой дом строился конечно так площадь там 1600 скверфутов это было многовато брать дома были поменьше вот они пристроили здесь такой да да но она пристроена она оригинальна оригинально не было частью дома давай я пройду туда обрати внимание сделали такой же идиотизм как у нас где опустили здесь они не стали делать фундамент здесь нет не станет на слэм но уже по салют но видишь они скрыт крышу оставили вот так вот то есть они крышу продлили не понимали и и она получился те же самые здесь повыше здесь пониже то есть мог бы потолок повыше бы они все равно делали крышу пристройки они еще и опустили не ну свет это мелочь это мало кто заметит так кухня но кухня вот симпатичная смотри она такая тут пол с плиточкой угощение друзья можно взять и покушать кто хочет или водички попить красиво это почему впечатление что так как новые кабинеты они его я буду на самом деле тут видно что такая вот типа как дубовая видишь она такая старая ужасно да они постели нарезаны получил постель это как бы покрыли это стильном это когда дерево покрыли краской тем что впитывается в нее хорошо посмотри а тут даже видно что криво так почему идем дальше вот мы отсюда заходили так идем туда спаленка друзья тут с этой стороны три спальни одна стоит да рилтор говорит рилтор я прячусь чтобы снять могли нормально ну что же этот этот еще тот тот паркет еще тот тех лет паркет деревянными гвоздиками если вы видите там все это сбивалось вместе тут еще видите они кроватку маленькую ставят чтобы было ощущение что место много это стейджинг это не то что они тут реально вот живут или там что-то такое делать вот я в шкаф зашел хоть я снимаю сейчас из шкафа цвета меня не видит войдите я хочу сказать что в этом доме в общем-то все дороги старая да чтобы сделать ему какой-то вид продажи я думаю что это повторили новые двери так но такие да пустые пустые двери да они по 60 долларов штука стоит да ну смотрится с новыми дверями уже какой-то вид да в наше время когда человек стучал по дереву говорили стучи по своей голове я шучу так это тоже старое здесь очень интересно покажи крючочки на потолке какие вот эти крючочки для люстры да но дело в том что это туалет туалет ночи да ну лампочку какой-то поскольку не было его там тоже поскольку не было верхнего света раньше то кстати его и нету здесь его и нету да вот из стены только есть лапочки то люди вот делали да и здесь тоже нет верхнего света да так реши здесь тоже нет вот риэлтор прячется а ты нет это так окей ну что друзья вот звезда youtube у вас на экранах так туалетик да да помню вот мы вышли на улицу я хочу чтобы вы видели район такой тихий в общем то если это шумит то это у соседа что-то там шумит тоже бассейн светик давай комментарий твой ну а что это вот дом то как живут у нас в долине которая простые люди простые люди которые перенаселена долина перенаселена я думаю что здесь хорошие школы а что вот миллион восемьсот это так нормальная цена сегодня сумасшедшая совершенно цена сегодня все растет совершенно необоснованно но дело в том что здесь хороший район смотрите милый район до его тихо большие деревья очень тихо очень сэй вот мальчик по улице катается на доске и родители выпускают он не попадет под машину дом так старенький в общем то не очень хорошо а делаем все старенькое все очень такое плохонько и старенькая но домик в хорошем месте хороший лот и хорошее место вот так и живем друзья к живем